всем привет с вами red commander и у нас сегодня четвертая серия power and pacific в этой серии попробую объединить два хода в один посмотрим что из этого выйдет сначала будет собственно описание автоматической части двух ходов а потом как всегда пробежимся по карте ну что ж поехали сейчас будет довольно таки большое количество воздушных сражений нас ждет по идее высадка не высадка а попытка штурма гонконга как мы помним мы уже зашли в локацию сейчас по идее должно быть сражение плюс продолжаются бои как в филиппинах так и на других островах юго-восточного юго-восточной азии так что посмотрим что сейчас будет происходить так начинается у нас как всегда с операции подводных лодок мы видим что американская подлодка сарга пытается подбить наш амацукадзе эсминец но ничего у нее не выходит корабли расходятся в море не повредив друг друга так наших два эсминца наград нагнали вражеский торговец ну в общем транспорт и после 20 попаданий транспорт затонул это у нас на северо-запад филиппин честно говоря что он сделал большой вопрос но видимо кого-то вывозил из гонконга просто больше здесь ему делать особо нечего продолжаются лодочные сражения наши на этом субмарина и 26 пытается потопить похоже танкер по получает торпедное попадание он и в общем-то heavy damage скорее всего потонет причем замечу это уже самое побережье западное побережье сша недалеко от сан-диего так наша подлодка и 166 наносит еще один удар но промахивается так или она по-моему даже не запустила торпеда не смогла выйти на атаку прозевал момент немножко по-моему там даже торпедных пусков не было так обстрел побережье это у нас борнео готовимся к высадке в мире некоторые повреждения понесли как наши высаживающиеся войска так и собственно обороняющиеся войска так ну вот собственно высадка в мире продолжается здесь мы видим 12 частей поддержки было потеряно во время высадки пехотного батальона в кавиенко мы тоже планируем высаживаться начинается обстрел береговых укреплений так три береговых береговых орудия открыли защитный огонь ну в общем то никаких серьезных результатов ни мы ни оппоненты не добились кавиенко это такая первая база рядом с новой гвинеей которую мы пытаемся забрать для дальнейшего уже развития наступление ну рабоул конечно наша основная цель так вот наши войска высаживаются в клинг так еще обстрел саронга это другой край новой гвинеи западный ну тут всего орудия нам сопротивляется в общем то проблем с высадкой тут быть не должно здесь правда уже голландские силы они австралийские как бы в сортах голландцев мы не разбираемся поэтому не думаю что для наших доблестных войск будут проблемы в новой гвинеи так вот нас в саронге с 113 тск форс высаживает подразделение собственно морская пехота выгружается некоторое количество морпехов при этом скажем так пострадала сейчас ночная фаза закончится перейдем к дневным событиям в первую очередь бомбежка так вот в кавиенко опять же при прибывают продолжают войска прибывать еще один обстрел 4 беговых орудия пытались открыть огонь по нам в ответ и в саронге тоже продолжается перестрелка так и 154 нашла свою цель причем это между между явы и суринамом очень узкое местечко в общем то здесь довольно таки эффективно можно располагать подводные силы у нас здесь довольно таки широк но большое количество подлодок разбросано разбросано и добиваемся торпедного попадания один из двух как всегда так и вот небольшой ответ получаем и 155 становится жертвой глубинных бомб которые на нее сбросил эсминец эверсен так начинается развед вылеты в основном здесь у нас всякие джейки и другие поплавочные корабли довольно таки много сообщений приходит из окрестностей филиппин так что там враг пока держит ну пока у нее там крупные силы в общем то так или иначе есть какие-то корабли пытаются снабжать какие-то свои части и вот продолжаются сражения в окрестностях батаана где мы пытаемся вынудить оппонента участвовать в сражениях истребителей 10 зеро выцепили несколько п-26 и п-35 и довольно таки успешно провели воздушное сражение 4 как минимум 4 самолета было сбито по сообщениям наших летчиков аналогичная ситуация над мой альмейном правда здесь нас встречают уже не пешки а бафала целых 15 штук но наши зеро опять же эффективно справляются с ними не менее пяти бафала было уничтожено так это продолжаем бомбить фучоу это одно из наших любимых мест применения бомбардировщиков здесь уже совершенно спокойно без прикрытия у нас просто летают бомбить бетти с окинавы сейчас наносим удар по подразделениям которым расположены и мы видим очень серьезный урон нанесен налет можно считать успешным так еще одна попытка завязать воздушный бой но здесь всего один п-35 поэтому результата можно сказать нет так налет на гонконг готовим гонконг к нашему наступлению сухопутного довольно таки крупные силы здесь у нас 27 зеро больше больше 60 бомбардировщиков довольно таки серьезные потери у нас ну скажем так точнее потеря только одна бете но при этом довольно таки много самолетов было повреждено все таки гонконг это крупная гавань и серьезный город поэтому он хорошо прикрыт зенитными средствами но при этом добились скажем так ослабление оборонительного периметра гонконга так неллы пошли в бой истребительного прикрытия в гонконге нет поэтому можно спокойно устраивать налеты на этот раз налет был на порт добились некоторых повреждений но при этом 5 нелов было тоже повреждено так лили продолжают бомбить аэродром в кларкфилде над ботааном две повредили но при этом разбита и авиабаза и взлетная полоса так это у нас уже малая здесь наносится удар собственно по 6 индийской бригаде и наносится серьезные повреждения ей так что опять же готовится наши войска к наступлению на этом направлении так опять фучоу здесь у нас аннушки и наиты пошли в бой ну в общем результаты не могу что сказать что сногсшибательные но тем не менее спокойно продолжаем бомбить здесь 86 китайский корпус так и стандартный налет 9 аннушками на северо-восточном Китае 40 китайский корпус попал под бомбежку ну каких-то серьезных потерь никто не понес так теперь налет на 108 базу королевских ВВС довольно таки неплохие силы используем такие средние назовем так средние силы налет и некоторые потери враг понес так еще один налет на Гонконг опять же сборные солянки бомбардировщиков под прикрытием нескольких нейтов ну семь самолетов нам повредили сбитых нет но посмотрите насколько серьезные потери понес порт то есть поврежден даже судоремонтный завод поврежден порт довольно таки серьезно также хранилище топливо и снабжение так мари полетели опять на 108 базу ну скажем так силы силы королевских ВВС 108 отряд в того и ну 6 мэри это в общем-то какого-то серьезного урона конечно не могли нанести но тем не менее такой беспокоящий урон так это у нас уже Китай рядом с Нанчангом скажем так преследует здесь наша авиация китайские силы которые попадаются между нашими двумя плацдармами на востоке Китая так и вот уже встречный налет это три Хатсона вечно беспокоящие нас пытаются помешать нашей высадке в Саронге ну пока у них ничего не выходит пытались отбомбиться по моему транспорту конечно же промазали так Б-17 пытается бомбить зону высадки на Минданао здесь авиационного прикрытия от нас серьезного нет несколько клодов под бомбежку попадает эскортный авианосец Тайо но повреждений нанести никаких не удалось зато пять крепостей получили повреждения пять из семи очень неплохо так еще один налет крепостей на этот раз на Формозу здесь уже прикрытие у нас посерьезнее посерьезнее здесь и Нейта и Зера присутствуют и всего пять крепостей одну из крепостей сбивает сбиваем зениткой две еще повреждены но каких-то серьезных повреждений нам враг нанести не смог так попытка найти вражеские истребители не увенчалась успехом и так это у нас в Малакском проливе обнаружены корабли союзников попытка шестью бетти нанести им урон ну в общем тоже ни к чему не приводит все-таки эсминцы 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 подбить авиации довольно-таки сложно очень маневренная цель так налет кейтов под прикрытием клодов на несколько транспортов американский рям с филиппинами мы видим что три корабля попали под раздачу и в общем-то все получили попадание и я охвачен огнем и ну это и и и и а и и и так продолжаются у нас разведывательные операции ищем вражеский флот пошли в дело мависы так и переходим к нанесению очередных авиационных ударов так сразу сорок восемь нелов это бомбежка подразделений которые находятся в малае на юго-западе от катабару ну сорок восемь нелов это серьезная сила и конечно огромное количество вражеских юнитов было так или иначе задето бомбежкой наступление уже близко еще один налет на этот раз не только истребителями но и салли в деле поучаствуют последние пышки пытаются прикрыть но это не особо выходит уничтожен по 35 единственный который вышел на защиту при этом авиабаза и взлетная полоса тоже получили повреждения так еще один налет хадсонов на высадку в саранге и опять они не смогли добиться успеха наш бодрый транспорту вернулся от всех бомб так налет кейтов на транспортный флот еще один сразу два корабля удалось потопить причем один потонул после шести бомбовых попаданий а второй всего лишь от одного так смотрите-ка джейки даже участвуют в налете на вражеский флот что там за корабли ну опять транспорт тоже получил бомбовое попадание и объят огнем так и еще джейки пошли в дело так еще один акл еще один транспорт три бомбовых попадания и тоже конечно обед огнем в общем довольно таки успешно боремся с транспортами вокруг филиппин за первые ходы наверное это один из самых удачных рейдов по кораблям которые стоят не в гаванях не в портах а в открытом море так несколько бленхеймов пытаются но есть нанести удар по нашим морским силам зеро обеспечивает прикрытие с воздуха но правда их не очень много пытались потопить наш транспортник но в общем удалось сбить три бленхейма и два повредить из шести то есть фактически мы эту эскадрилью вражескую свели на ноль так еще несколько крепостей крепости в качестве как бы ударной силы по авиации не самая серьезная сила две крепости прилетели обе повредились пытались легкие авианосицы рюйха повредить ничего не вышло так наш ответ кейтами ну правда не по авианосам а все же по транспортам но зато эффективный компания вот эта филиппинес она у нас по моему уже была в отчетах но опять видимо решили добить один из кейтов один из бомбовых попаданий очень качественный налет так сейчас переходим постепенно к амфибийным высадкам уже атиманан это у нас на филиппинах высадка южная часть лусона по моему ну высадка успешная там в общем то никто его не закрывал так в суригао тоже высадка здесь потери наши несколько выше но и силы высаживающие значительно более крупные так в кавиенге продолжается обстрел береговых креплений обеспечивающий безопасную высадку так в манус это на северо-запад от кавиенга островок туда тоже высаживаемся так сабик бэй это у нас тоже довольно таки крупные силы мы видим серьезные потери вот высаживающиеся силы несколько отрядов морской пехоты это остров на западе от лусона тоже его зачищаем так и вот собственно долгожданный бой за Гонконг ну в общем не могу сказать что какие-то сильные тут подразделения есть мы видим что несколько батальонов канадский батальон мидл-эссекский батальон также мы видим отдельную бригаду которая в общем-то самая серьезная по своим возможностям часть оборонительная Гонконга с нашей стороны здесь мы видим два полка инженерных войск также 38-я дивизия и 66-й пехотный полк при большой серьезной поддержке артиллерии так ну общее соотношение сил явно в нашу пользу то есть у нас тройное преимущество в орудиях тройное преимущество в численности войск есть большое количество бронесредств и конечно нам удается серьезный удар нанести врагу соотношение сил правда недостаточное мы немножко снижаем оборонительные возможности врага в Гонконге но решающей победы пока не удается достичь потери приемлемые то есть условно где-то 500 полтысячи человек потеряли враг потерял меньше но учитывая что его количество в три раза меньше а потери у него всего на треть меньше то это конечно в целом соотношение потерь можно сказать в нашу пользу учитывая что еще ослаблено оборонительные возможности плюс орудия одно из важнейших элементов целых 10 орудий врага потерял и возможности сопротивляться станет еще меньше так сражение в Вегане это у нас Лусон но здесь опять же соперника нет поэтому поэтому мы справились все Так заканчивается у нас фаза хода и сразу сейчас перейдем к следующему ходу тоже покажу что произойдет произошло во время следующего хода а потом уже перейдем к обсуждению так у нас 11 декабря 41 года ночь тихо океана тихого океана но как и все в декабре 41 она не очень тихо в отличие от самого океана так разведка подцепляет несколько соединений союзнических начинается все с атаки наши подлодки и 122 но это как всегда между около явы здесь у нас дежурит большое количество подлодок и они периодически находят всевозможные транспорта и вот очередной очередная попытка поразить двумя торпедами корабль про патрия но не увенчал успехом так теперь и 157 тоже транспорт к татьянди и тоже безрезультатно чуть юго-западнее тут в общем то 122 157 они уже примелькались немножко в наших сообщениях я думаю вы уже привыкли к этим подлодкам одни из самых активных просто с местом повезло так еще два у нас торпедных катера кушки по одному попали наши эсминцы второй ушел одно попадание хватило для уничтожения но в общем это логично все-таки это катер так лодка каши к 11 пытается выйти на эсминцы и потом уйти из-под атаки в общем попасть не было не получилось по по эсминцу и в общем-то оторвало эскорту поразить лодку тоже не удалось так и 122 нашла свой торговец и успешно его поразила одной торпедой нанесла серьезные повреждения транспорту бин танк ну это опять же вот между явой и суматрой и 154 она вышла на эсминец или эсминец нее вышел а с в атак то есть это эсминец ее обнаружил пытался ее поразить и в общем удалось скрыться от преследования так что все нормально так и и 122 пытается опять на пропатру вышло пропатрю и на этот раз удачное попадание одной из двух торпед ну в общем на самом деле союзникам имеет смысл поменять транспортные свои артерии потому что явно здесь некоторые проблемы у них в этом между астрами зонами же сам этом проливе ну за простому так начинается бомбежки ночные 5 сонь бомбят джорджтаун у нас это западная малая какого-то результата не достигли ну тут у нас как бы 5 сонь ночью мало и понятно что обнаружить врага довольно таки сложно четыре сони продолжают свои налеты но тоже безрезультатно ну основные боевые действия конечно начнутся когда наступит рассвет так еще одна атака от и 122 она у нас очень активно сегодня две торпеды пока татьянди но не очень эффективно не попали так и 154 опять нарвалась на вертся на вертся на то есть он явно занимается противолодочной борьбой и ну безрезультатно пока причем это уже западнее явы все тут донтики широко видимо на широком поиске находится вокруг я вы так и 154 поразила транспорт гонг пенг с двумя торпедами кстати так и при этом даже наземные потери есть да то есть транспорт возможно перевозил какие-то подразделения еще так начинается обстрел гуама несколько патрульных лодок и собственно транспорт два береговых орудия пытались отстреливаться но это в общем такая не очень активная перестрелка так и в общем то высаживаемся в гуаме тф-20 высаживает свои части есть некоторые потери при высадке новые потери эти вызваны в первую очередь ну собственно сложностью высадки на мелкие острова хотя гуам довольно таки крупный остров но серьезного как бы сопротивления на гуаме нам не оказано так а тимона тоже пытаемся в южном в южном лусоне пытаемся высадиться так амфибийная высадка в голландии но это имеется ввиду один из островов в индонезии так ну тут тоже есть скажем так сопротивление какого-то серьезного не оказано вот на самой границе между голландской новой гвинеи и собственно австралийской новой гвинеи вот если увидите а тимона уже наш а тимонан так правильнее ударение ставить так обстрел севера но это же можно центральной части лусона обстрел у нас ведется опять же в основном транспортами так здесь уже сопротивление есть во первых здесь 75 береговых орудий в защите помогает поэтому да удалось достичь некоторого результата но при этом и потери понесли довольно таки серьезные так амфибийная высадка в лингаене тоже серьезные потери при высадке потеряли орудия несколько танков но здесь танковый батальон у нас точнее танковый полк второй танковый полк высаживается так что некоторые потери в танках из-за этого присутствуют так продолжается подготовка к высадке опять наши вооруженные транспорта ведут огонь причем что интересно 57 береговых орудий пытаются ответить и 57 орудий наносят нашим транспортам меньше урона чем мы нанесли нашим обстрелом то есть мы видим серьезные потери у союзников да то есть том что уничтожение 3 некоторые как бы подавленные юниты большое количество при этом но серьезных попаданий по нашим войскам нет неплохо ну весь лусон практически сейчас уже будет захвачен так вот в лингаене высадка собственно ну она конечно сопряжена с серьезными потерями потому что здесь крупные силы высаживаются 47 пехотный полк мы видим несет некоторые пометители 7 7 танковый полк но зато после высадки выбить их оттуда у американцев в общем то вариантов не будет так переходим на светлое время суток так опять пошли развед сообщения так и опять обстрел гуама четыре орудия на этот раз сопротивляются но это в общем такая мелочь так в лингаене тоже продолжается обстрел ну в общем ни к чему серьезному тоже не приводит так террикуни это у нас опять лингаен посерьезней пошел обстрел попали по нашему транспорту 9 раз причем он объят пламенем из-за этого у нас в общем то серьезные потери то есть ну хотя у обороняющихся войск тоже не все так просто это 155-мм м-19-18 нанеслись несколько попаданий и транспорт один наш объят огнем но это скажем так сопутствующие потери которые не повлияют на расклад сил так морской волк пытается подбить союзная подлодка морской волк дракон попадают торпеды по нашему транспорту есть потери в перевозимых войсках в том числе это конечно неприятно так и 153 опять просыпается причем то уже юго-восток явы но безрезультатно так еще одна американская подлодка морской дракон на этот раз но мажут так наша скажем так флотилия в голове увидела несколько некоторые голландские похожи корабли да холланд и квейл ну в общем от решающего сражения уклонились так со второй попытки вступили в бой и даже поразили холланд одним попаданием так с 39 наносит два торопинных попадания нашему кораблю это тоже вокруг филиппин в общем довольно таки активно лодочная борьба идет и американцы немножко подтянулись так и наши лодки начинают ощутимо бить по транспортам так ну холланд все еще сильно горит но это никак не влияет на ситуацию так 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 здесь у нас встретились две транспортные группы ну понятно разошлись бортами так рядом с мерсингом там у нас планируется высадка в мерсинг и вот собственно союзная лодка там наносит по коби мару два торопинных попадания и у нас серьезные потери собственно в войсках которые этот транспорт перевозил так с 39 наносит еще один торпедный удар уже это север минданау четыре торпеды запускает две попали ну в общем первый ход в котором у нас ощутимые потери именно в войсках перевозимых на транспорте ну и вообще среди транспортов так пошли всякие джейки и питы летать то есть это поплавочники базирующиеся на боевых кораблях так и сейчас пойдут уже бомбовые удары так несколько миссий отмененных нам показали и сейчас удар по северному лусону классические зеро и бетти ну по подразделениям удар здесь какого-то сопротивления в небе уже нет поэтому удары довольно таки эффективно эффективно это уже малая здесь уже у нас армейская авиация работает аннушки с оскарами ну видимо тут не так много либо в принципе не так много тут противников поэтому потери небольшие либо не очень эффективно отбомбились так так лили бьют по джорджтауну на этот раз неплохо так еще один удар в дополнение так салли бьет чуть севернее большинство индийской бригаде ну тут потери поменьше лили конечно получше самолет сегодня про бомбардировщики с вами поговорим еще так так мэрии и оскары тоже бьют по 108 раф рядом с тобой ну без серьезных каких-то повреждений так про теперь у нас в китай переносимся здесь мы по третьему новому китайскому корпусу бьем рядом с начином так и налет на наши корабли это по-моему первый успешный налет вражеской авиации на на корабли мы видим что семь сигалов успешно прилетели отбомбились кстати не обязательно что они именно потопили потому что я по-моему там там попаданий то не было но по крайней мере зафиксирую что корабль утонул так 18 прилетели сбросили бомбы но непонятно где повреждений никаких нанесли и сами немножко пострадали так 23 сали но здесь мы видим что в Малайи уже какого-то сопротивления истребительного тоже нет а вот на северо-западе рядом с Мольмейном баффало встречает наши зеро но опять же здесь на передовых рубежах бомбардировщики мы в первой волне не посылаем здесь у нас летят в первую очередь зеро как раз для того чтобы связать вражескую истребительную авиацию так рядом с Мидуэем наш это видимо самолеты с Китобутай обнаружили транспорт Регулус и смогли его потопить шестью попаданиями бомб так это у нас уже Бруней а рядом с ним ага вот это вот парочка Квейлы из Холланд которые уже мы их уже видели на этот раз на них устраивают налет Клода и Кейта и в общем-то данную вражескую флотилию мы окончательно топим так ну вот три транспорта наши потонуло судя по сообщениям мы конечно потом еще посмотрим результирующую картинку но про свои корабли обычно всплывающие сообщения не врут так так пытаемся опять же связать последние истребители на Филиппинах боем опять вылет Zero мы видим P26, P35 и в общем 1.35 как минимум сбит теперь над Манилой там истребителей не обнаружили и уже серьезный налет это у нас Гонконг поскольку мы штурмуем сейчас как раз этот важнейший город порт то его хорошенько нужно пробомбить мы видим ну целая орава наших бомбардировщиков под прикрытием 27 Zero серьезные потери были поврежденными самолетами но всего 1 Бетти был уничтожен наземные потери невелики но в общем тут пока еще город неплохо укреплен бомбить его дело такое сложное так лилюшки пошли в бой опять бьют по Кларкфилду пытаются добить там оставшиеся самолеты мы видим даже B17 смогли повредить что конечно неплохо и серьезно повредили взлетную полосу так сальди продолжают одна сальди была уничтожена зениткой и на земле удалось уничтожить несколько P40 и еще B17 повредили так что ну в общем то по хорошему надо эвакуировать уже наверное самолет своим союзникам отсюда если у них там остались конечно целые самолеты так налет на Фучоу ну опять же бомбежка на этот раз по какой у нас тут 86 китайский корпус ну стандартный вылет на Фучоу я думаю вы к нему уже привыкли так еще один налет на Гонконг теперь армейской авиации так ну одну иду нам сбили а на это по порту наносился удар не по войскам так и вот стандартный налет хадсонов на мерсинг из Сингапура так били по нашему тяжелому крейсеру мекума потерял враг один хадсон и не удалось достичь хороших результатов так теперь Бленхеми под прикрытием Баффало повторяют этот же удар но кумана уворачивается ну тяжелый крейсер сложная цель как минимум три Бленхема было повреждено повторный налет теперь бьют по транспортам Кагамару получил две бомбы и в общем то загорелся мы видим что есть потери среди танков перевозимых транспортом еще один налет ну тут серьезно очень короткая дистанция от Сингапура конечно сюда налеты устраивать проще так и вот с третьей попытки удалось поразить кумана двумя бомбовыми попаданиями надо будет посмотреть насколько сильно поврежден наш крейсер ну два самолета было повредено или уничтожено так Свордфиши пытаются закончить дело опасный на самом деле самолет Свордфиш в том смысле что он медленный за счет этого очень качественно может навестись при недостаточном при недостаточной плотности огня ну конечно наши экипажи кораблей боеготовности их намного выше чем у итальянцев которых собственно довольно так серьезно с Вордфиши внезапные налеты с Вордфишей в свое время наказали поэтому в нашем случае им добиться результата не удалось похоже они даже не вышли на атаку потому что если бы они вышли на атаку что-что сбить такие легкие цели я думаю наши бы смогли войска так налет на Квенг ну здесь какого-то врага обнаружить не удалось так на транспортную флотилию налет кейтами и клодами да 3 торпедных попадания ну 12 кейтов на 1 транспорт это конечно скажем так это тренировка для наших бойцов довольно таки неплохая удалось 3 торпеды садить так рядом с мерсингом продолжаются атаки по нашим транспортам Кагамару опять получает торпедное попадание довольно таки опасная была инициатива конечно высаживаться в мерсинге мы видим что там минимум 4 налета авиационных было подлодки там наносили удары по нашим транспортам даже удалось поразить наш тяжелый крейсер так что надо будет что называется оценить насколько это было рисково и насколько игра стоила свечи по этой высадке так ну начинается уже в новой гвинеи высадки мы видим но здесь какого-то сопротивления пока не видим и вот собственно мерсинг обстрел береговых укреплений 33 береговых орудия ну не так уж и много так производится высадку ну здесь мы видим наши морпехи высаживаются второй СНЛФ потери приемлемые для столь сложной высадки так и здесь обстрел береговых укреплений это у нас уже Лингаен продолжается и по песням так это у нас там же так пошли логистические некоторые подсчеты и и наша атака по как раз по третьему новому корпусу тому пресловутому рядом с нанчаном наносим удар так так ну количественно силы очень близки мы видим что по орудиям по пехоте соотношение плюс-минус равное но большое преимущество в танках то есть у нас как минимум один танковый полк здесь ну сейчас посмотрим что у нас там за силы а вообще только только тридцать девятая дивизия написано штурмует при этом тут как минимум два китайских корпуса и тридцать вторая группа армии так ну соотношение сил несмотря на то что войск одинаковое количество конечно в нашу пользу мы уверенно разбиваем здесь врага теряем пару рот войск и очень серьезно очень серьезный урон наносим врагу двадцать одно орудие враг теряет и до двух тысяч пехоты и собственно Гонконг продолжается эпопея с Гонконгом понижаем уровень упреплений до одного но сама атака пока не успешна у нас уже более чем тройное преимущество в войсках почти тройное преимущество в орудиях большое количество танков но к сожалению пока пробить немножко не получается и враг пока стоит крепко ну хотя уже соотношение хорошее на самом деле потери опять же у нас штурмовые потери выше в два раза но поскольку общее общее количество войск наших намного больше то вот это два к одному нам это стачивает вражеские силы быстрее чем чем наши поэтому мы можем наступать и дальше так так происходит захват гекса рядом с синьяном опять же плюс-минус равные силы но боевой дух наших войск позволяет иметь преимущество семь к одному и огромные потери мы видим больше двух тысяч пехот и потеряно 14 орудий ну в общем серьезная победа двенадцатый китайский корпус разбит так и с севера минданао высадка успешно но поскольку там сопротивления фактически нет так а тиманан высадка туда тоже успешно захватываем тоже там врага не оказалось так высадка рядом с брунеем в мире так ну здесь войска есть собственно похоже какая-то усиленная рота она конечно не смогла нам сопротивляться мы успешно захватываем ну в общем да тут чисто на вооружении на защите на защите стояла просто охрана базы наш батальон уверенно захватил так гвиенг высадка тоже ну соотношение сил видите совсем небольшая разница в войсках но так а кстати смогли отсопротивляться то есть спец насколько не удалось захватить устояли здесь оппоненты наши но долго они не продержатся конечно там сто человек долго он воевать не они воевать не смогут так ману с тем временем мы захватываем ну тут опять же нет никого из войск врага так захватываем субик бэй так и собственно бой за лингаен который мы долго упорно бомбили сегодня высаживающие силы у нас пока небольшие мы видим что там довольно таки крупные силы врага много орудий много танков и конечно ну это не высоко это обстрел сейчас скажем так арт подготовка так союзники при этом потеряли один танк у нас пока все нормально тут танковый полк кстати присутствует так это кстати союзники атаковали это не мы это наш танковый полк все правильно да седьмой и второй они тут как раз высаживались недавно пытаются пробомбить нашу зону высадки так то же самое происходит в мерсинге враг бомбит нашу зону высадки но наших сил здесь уже достаточно для того чтобы уверенно отстреливаться ну каких то повреждений не удалось достичь ни нам ни им ну финальные подсчеты идут посмотрели даже на западное побережье сша так ну сообщение о низком гарнизоне в некоторых некоторых районах китая и в общем на этом ход закончился и давайте посмотрим что у нас что у нас интересного происходит так начнем как всегда с Китая и так смотрим что у нас в Китае в Китае у нас продолжается возня в Гонконге то есть здесь наши наши войска пытаются выдавить врага ну в следующий ход будет продолжаться сражение я думаю учитывая что уровень укрепления упал уже до 1 то в следующий ход мы по-любому Гонконг должны забирать дальше мы видим что здесь у нас наступление на Фучоу то есть мы видим что корпус движется в северо-восточном направлении здесь постоянно мы его бомбим в общем наступление сейчас мы продолжается в этом направлении плюс здесь ну мы пока закрепились вот в этом в этом регионе дальше не продвигаемся но в принципе думаю скоро будет нанесен удар вот сюда так здесь мы опять же бьемся за вот этот гекс крайне важный при этом мы отсюда уже оттеснили китайские войска мы видим они отступают на юг отступают на запад ну в общем нам надо вот по этой реке конечно наши войска держать соответственно вся вот эта вот группировка будет нами уничтожен ну это поскольку опять же мы сюда возвращаемся довольно таки часто в моих обзорах все таки в течение один ход это всего один день поэтому тут действие происходит крайне медленно так севернее этого места здесь крупные китайские войска и мы в общем то пытаемся с опорой на Ханкоу вот эту вот железную дорогу в общем то зачистить то есть мы уже сбили здесь рядом с Синьяном вот этот корпус который отступает видим мы его преследуем ну и собственно дальше будем очищать эту дорогу и вот эту вот всю группу войск будем уничтожать также севернее здесь тоже наше наступление в общем то идет по всем направлениям фактически но активных боев пока не началось скоро будем когда сконцентрируется рядом с Кефенгом здесь войска они будут наступать на северо-запад то есть опять же с целью чтобы все войска которые окажутся восточной этой железки оказались в окружении после чего будем спокойно уже добивать перелетаем в Малайю здесь у нас конечно серьезные мероприятия собственно в Мерсинге уже высадились несколько наших частей в том числе танковый шестой танковый полк он правда сейчас довольно таки скажем так ослаблен будем ждать дополнительных сил вот мы видим у нас идет пополнение раз в Куантан идет высадка так и так эти ребята у нас уходят в Кумран так здесь у нас в Батани тоже уходят корабли в Котабару подкрепление идет ну в общем после высадки из ближайших нескольких транспортов мы возобновим наступление опять же в сторону Сингапура и точнее правильно будет сказать только начнем потому что фактически здесь у нас оно еще не началось но вот здесь здесь войска продвигаются но им еще довольно таки далеко идти до первых серьезных оппонентов в Куантане мы видим есть враги но ну 800 человек 28 орудий 44 танка ну в общем вот эти ребята я думаю с ними справиться ну и крупные силы здесь у нас сконцентрированы опять же пошло движение сюда наступление здесь у нас два танковых полка уже вовсю бегут на марше пройдено уже 33 мили из 46 так что уже в ближайшее время они зайдут в этот гекс но опять же войск здесь похуже нет и дальше сразу надо будет двигаться на юго-восток юго-запад то есть уже к джорджтауну ну вот по этому побережью всех всех собирать все войска которые здесь могут найтись так севернее начинается опять же движение в сторону маульмейна это движение будет очень долгим то есть понятно здесь во-первых victoria point здесь сюда прибыла наша пехотная часть наш пехотный батальон он наверное попробует захватить этот гекс и в общем то надо вот эту дорогу полностью расчистить плюс так здесь у нас ничего нет забираем вот мир гуй дальше того и ну этот процесс не очень быстро почему тут есть горная гряда и вот единственная дорога которая в сторону маульмейна идет поэтому по большому счету вот вот эти гексы занимать ну довольно таки сложно здесь у нас вот есть юниты они двигаются в юго-западном в северо-западном направлении но тут процесс этот будет ну занимать месяцы к маульмейну мы конечно еще придем но это будет очень нескоро так суматру мы пока не трогаем сингапур сингапур ожидает нашего наступления я в ума опять же тоже не трогаем но здесь большое качество наших подлодок которые дежурят и собственно ищут врага так вот 121 лодка то есть вот здесь тоже будем занимать то есть понятно что враг сейчас просто поймет что здесь занят пролив и попытается обойти острова ну транспорты пойдут южнее собственно как мы видим эти лодки как раз и пытаются занять позицию южнее явы чтобы перекрывать возможные линии снабжения ну как бы тут можно конечно глубоко в сторону зайти вражеским транспортом чтобы обойти наши лодки но это потеря времени а время это очень важная валюта в данной игре так я еще хотел посмотреть на наш на кумана он получил два бомбовых попадания но мы видим что каких-то серьезных повреждений фактически нет то есть он совершенно спокойно продолжает вести боевую вахту так идем на филиппины ну по дороге засмотрим посмотрим бруней здесь у нас в мире высадился наш батальон точнее части 124 батальона ну каких-то какого-то серьезного сопротивления здесь конечно не будет и можно спокойно уже будет здесь наступать в восточном направлении плюс у нас тут есть прикрытие с неба за счет авианосной группы так ну каких-то серьезных сил нет у нас да все транспорта идут на филиппины так или иначе здесь так что действовать пока будем вот этой группой так что у нас южнее на Борнео идет транспорт тоже планирует высаживаться причем тут есть некоторая вражеская группа как бы нам на нее не нарваться учитывая слабое прикрытие относительное да ну посмотрим видимо придется как-то посерьезней прикрыть наши транспорта тут еще есть вражеский task force ну в общем да очень рискованно иногда действуют наши транспортные части так ну и большое количество транспортов которые так или иначе продолжают высаживаться на филиппинах мы видим так но эти ребята у нас далеко на юг идут кстати а куда они у нас идут ну мы на них уже смотрели это да в рабаул это вот спецотряд рабаул назовем его так он от самой японии плывет и мы уже не первый раз на него натыкаемся так вот в легаспи подходит уже в следующий ход должна быть высадка так и здесь еще новая партия транспортов также опять же на кучинг опять же в легаспи и это в потани так ну конечно за всеми транспортами следить сложно но мы видим что очень очень много уже войск находится в море пользуемся тем что сейчас временно захвачены полностью фактически преимущество на морях и в море на морях и в воздухе поэтому так сказать после первоначальной зачистки все больше и больше кораблей выходит на собственно боевой путь этим она уже наш здесь здесь тоже уже сабик бей наши войска весь север лусона тоже наш и уже скоро будет битва за туги горау ну к маниле пока еще не подходим но ее дни тоже в общем то сочтены потому что здесь уже мы высаживаемся фактически в непосредственной близости самые крупные силы здесь сосредоточены и все что южнее Атиманана будет захватываться уже довольно таки просто то есть вот эти мелкие острова там Самар Себу и так далее с ними я думаю проблем не будет с точки зрения присутствия там американских войск на Минданау еще могут быть крупные силы врага ну относительно того количества войск которые мы туда везем все равно это будет не проблема так ну и как бы максимально быстро у нас задача подойти к подступам уже к Австралии то есть воздействовать на Гвинею тут много что захватывать и максимально быстро нужно получить здесь хорошую базу то есть поэтому наши войска сейчас занимают близлежащие островки мы видим Ману захватили Кавиенг в следующий ход мы по-любому забираем и в Робаул ну через недельку будет высадка в Робаул плюс здесь огромное количество островов огромное количество подлодок многие из этих подлодок идут так или иначе из Пилл-Харбора занимают сейчас позиции в южной части Тихого океана потому что ну враг пытается увести свои транспортные транспортную логистику всю на юг потому что здесь у него большое количество баз у нас и наши подлодки вот таким вот серьезным не знаю даже флотилии идут на юг мы видим что ну кто-то уже занял здесь позиции но большинство идет на юг по этим ребятам пробежались так что у нас с нашим Кидабутай но он пока еще далеко в море так рядом с Гавайями и Мидуэм осталась буквально парочка подлодок которые ни на что повлиять не смогут и вот наш Кидабутай уже подходит к Уэйку и скорее всего будет помогать забирать этот важнейший для нас остров по крайней мере вряд ли американцы смогут нам помешать это сделать так здесь у нас мы видим стоит транспорт на готове в принципе как только Кидабутай я думаю подойдет сюда этот транспорт выдвинется на захват острова так переходим к нашим статистическим вкладкам посмотрим что у нас по потерям в самолетах сегодня мы потеряли четыре четыре зеро четыре буффало ну зеро мы видим все операционные потери баффало три было сбито в воздушных боях также три лили потеряли но опять же операционные две еды от зениток два бэти от зениток и два п-40 на земле во время бомбежки в Филиппинах общее количество потери ну за 50 здесь только буффало и 42 из них в воздушных боях 42 зеро тоже довольно таки много за 40 перевалило и за 10 у нас перевалили салли из которых большая часть потерь кстати 7 в воздушных боях операционные потери в основном у буффало зеро п-40 потери на земле ну 10 каталин подбитые на земле это конечно хорошо но давно их не удается уже подбить ни одной это конечно грустно так идем дальше смотрим на наших топ пилотов наша любимая закладка да и здесь у нас уже 4 пилота армейского флотской авиации это у нас товарищ Кадзуми Шиашима Ацуки и Сасаи все с тремя подбитыми в общем серьезная намечается борьба кто получит первого аса пишите в комментариях за кого вы болеете из этих ребят или может быть кто-то из их преследователей сможет вырваться на первое место лично мне всегда интересно следить за такими вещами так ну армейская авиация по-прежнему только два подбитых поэтому там смотреть не на что потопленные корабли давайте посмотрим свежие новости по потопленным кораблям ну так большое количество транспортов из серьезного ну вот Холланд в 23 очка оценивается US NAVI это кстати не голландский все-таки это американский корабль хотя и называется Голландия зато вот пропатрия которую подлодки наши подцепили это как раз голландцы уже подлодка С-38 потоплена американская ну в общем в основном ничего серьезного тут мы не видим ну кстати наши потери в транспортах пошли это конечно не так приятно так переходим к обсуждению военно-морских военно-воздушных сил Японии сегодня на очереди у нас бомбардировщики начнем мы собственно с рассмотрения нашего производства что у нас сейчас есть на чем мы летаем и потом уже пробежимся непосредственно по типам бомбардировщиков итак выстроим наши бомбардировщики по количеству в соединениях как я понимаю 296 это сколько их сейчас непосредственно есть готовых резервных самолетов и требующих ремонта то есть наибольшее количество у нас Ки-51 Сони 28 еще в пуле и строится 30 штук в месяц то есть фактически одна штучка в месяц ну не так уж много но какое-то количество есть двигать у них мы видим Mitsubishi Х-31 на втором месте у нас идут Бетти их тоже очень много двигатель два двигателя Mitsubishi Х-32 Соня у нас легкий бомбардировщик Бетти средний бомбардировщик в пуле их совсем мало и мы конечно будем немножко развивать их производство сейчас 35 штук в месяц производится ну потеряно 12 пока следующий идет Ида их на удивление много у нас но они не производятся они в общем-то не нужны участвуют это устаревший бомбардировщик используется в основном в Китае мы видим что это одномоторный ранний Hitachi двигатель который тоже в общем-то не нужен дальше идет старая модель саллики 21 первая модификация их тоже довольно таки много 91 сейчас в частях производится 10 штук в месяц и в общем-то сокращаться будет производство потому что будут производиться салли версии 2А разница в типе двигателя Х-32 вот более быстрый более надежный бомбардировщик но сейчас к характеристикам еще перейдем и строится их 27 штук в месяц так что вот и уже кстати потеряно 10 штук так что это уязвимое место довольно таки дальше у нас идет лили их у нас уже не так много производится 34 штуки в месяц и некоторое количество есть в пуле ки-30 н опять же двигатель одномоторный бомбардировщик легкий 53 в пуле сейчас не производится и не будет производиться по чуть-чуть теряется и в общем-то из пула ну как для действий в Китае опять же будет нормально также есть некоторое количество виллу мэри и нелов нелов кстати 131 в пуле 22 производится но довольно таки мало в войсках теперь перейдем посмотрим собственно к характеристикам сравнимых и так все рассмотрены нами бомбардировщики они в общем делятся на две группы есть средние бомбардировщики двухмоторные есть одномоторные легкие бомбардировщики четыре легких и три средних поэтому сравнивать их лучше наверное казалось бы с одной стороны легкие с легкими средние и средними на самом деле нет потому что все легкие бомбардировщики фактически не боеспособны давайте посмотрим по скорости у нас впереди исключительно медиум бомбардировщики легкие бомбардировщики одномоторные не котируются по высотности тут конечно на удивление лили на первом месте потом идут легкие бомбардировщики но это их не спасет почему потому что маневренности у них довольно таки мало то есть опять же учитывая что это легкие бомбардировщики у них должен быть выигрыш в маневренности но фактически только Ида способна где-то выиграть в маневренности но учитывая ее скорость 216 миль в час то есть худшую из всех фактически это конечно ее не спасет 33 маневренности у нее вызвано только исключительно низкой скоростью то есть это не спасение это наоборот проблема прочность у всех низкая но опять же у легких бомбардировщиков у средних у сальди более-менее 40 и первой второй модификации Лилия тоже средний бомбардировщик но с низкой прочностью и главный бич всех японских бомбардировщиков это броня ну собственно ее нет как мы видим ее ноль второй бич японских бомбардировщиков это огневая мощь и бронительное вооружение мы видим что только саль не может похвастать хоть каким-то вооружением но при этом оно же направлено в разные позиции то есть это не как у 012 которые все сконцентрированы спереди для того чтобы не носить удар а это распыленные в разные стороны пулеметы мы видим что здесь 5 пулеметов причем винтовочного калибра здесь нет крупнокалиберных пулеметов даже причем на двоечки их нет на ки-21-2 я уж молчу про легкие бомбардировщики которые ну в общем не могут за себя постоять в воздушном бою никак и собственно что касается бомбовой нагрузки тут тоже среди легких бомбардировщиков довольно таки грустная картина Ида несет 4 30 кг бомбы это совсем смешно Мэри несет 250 кг бомбу ну окей это для легкого бомбера неплохо Аннушка несет 250 кг бомбу Sony несет 4 50 кг бомбы тоже не супер мягко говоря ну средние бомбардировщики опять же Лилии похуже послабже несет 4 100 кг бомбы с эффективностью 220 а вот Салли уже серьезные серьезные бомбардировщики 4 250 кг бомбы по 551 эффективности в общем кроме Салли нормальным бомбардировщиком армейским в общем-то у японцев нет поэтому возвращаемся к предыдущей картинке вот наши Салли 91 и 20 то есть их крайне мало и производится 27 в месяц вторых Салли и 10 первых Салли то есть мы видим явную нехватку среди армейских бомбардировщиков теперь посмотрим морские ну мы сейчас смотрели армейскую бомбардировочную авиацию посмотрим что у нас на флоте на флоте картинка лучше конечно но начнем тут с виллу виллу биплан в общем-то о нем говорить особо не о чем кроме того что он есть вот и два наших главных бомбардировщика это собственно Нелл и Бетти маневренность у них ну давайте начнем скорость конечно низкая то есть до 300 узлов даже не доходит высотность тоже посредственная маневренность невысокая прочность хуже чем у Салли опять же да то есть 35 36 немного но оборонительное вооружение есть 12 хоть что-то что касается бомбовой загрузки здесь основная наша бомбовая загрузка это собственно торпеда 18 дюймовая торпеда типа 91 в общем-то которая занимает основную часть нашей бомбовой нагрузки собственно ради этого и делались вот эти Неллы и Бетти в общем 1764 это в фунтах по-моему максимальная загрузка и нагрузка если взять ту же Салли то здесь 2205 то есть похуже то есть получается что Салли наш лучший бомбардировщик но это все-таки армейский бомбардировщик и Неллы и Бетти наши лучшие морские бомбардировщики и лучше пока ничего нет так что на самом деле ситуация довольно таки грустная их не так много делается у нас вернемся опять же на страничку продукции Бетти у нас делается 35 Лили 34 но Лили нам не нужны Сонь 30 но они нам тоже не нужны Салли 37 вместе первой и вторая модификация вот 37 Салли 35 Бетти в месяц и 22 Нелла ну как мы видим не очень много так что эту эту ситуацию надо улучшать ну и для сравнения чтобы понимать уровень бомбардировщиков японских сравним их с Б25 это конечно очень хороший бомбардировщик американский но мне кажется он как наиболее узнаваемый с ним наверное интереснее всего будет сравнить то есть 300 скорость то есть в принципе быстрее почти всех в том числе одномоторников за Японию очень медленно правда поднимается высотность низкая но это не его проблема маневренности нет то есть опять же самолет сделан этот не для того чтобы пытаться от кого-то уйти в воздушном бою он создан для того чтобы лететь торпедой вперед и в надежде на то что его спасет высокая прочность и броня то есть он прочнее чем любой японский бомбардировщик и у него есть в отличие от них броня и оборонительное вооружение у него 14 то есть больше опять же чем даже у Салли во всех остальных японских бомбардировщиков на гуру загрузка 4000 фунтов то есть 2 фактически 2 тонны он несет шесть пятьсот фунтовых бомб очень серьезное вооружение такого конечно у японцев ничего нет ну б-17 я сейчас ну хотя давайте б-17 посмотрим это конечно летающая крепость то она несет уже восемь пятьсот фунтовых бомб конечно уже совсем страшная сила да мы видим что скорость выше чем у Митчелла мы видим что то опять же броня шестьдесят пять надежность ну прочность то есть опять же вот чем воевать вот против таких штук у японцев ничего такого на начало войны нет есть конечно мы встречаем еще хацаны периодически но сейчас в небе мы встречаем помимо форт крепостей чаще всего хацаны у нас в Малайи рядом с Сингапуром там постоянно шастают в принципе это вполне сопоставимый с теми же самыми японскими бомбардировщиками бомбардировщик мы видим что у него четыре двухсот пятидесяти фунтовые бомбы двухсот пятидесяти фунтовые не килограммовые то есть фактически это ста килограммовые бомбы ну в общем не очень сильный враг 34 прочность максимальная скорость тоже не высока но есть одно опять же важное отличие это единичка брони которая очень помогает особенно от ментовочных патронов то есть калибра 7.7 и ну какая-никакая огнедесятка в качестве огневой мощи оборонительного вооружения что опять же лучше чем у большинства японских бомбардировщиков небольшое сообщение сейчас уезжаю в командировку поэтому ближайшую неделю роликов не будет а после этой недели постараюсь сконцентрироваться на видпе медленно выходит ролик мне это не нравится может быть попробую есть такая идея попробовать выложить ролики прямо на стриме то есть я запущу стрим и будем с вами постепенно смотреть ходы которые проходили с комментариями с ответами на вопросы с какими то может быть с интерактивчиком напишите пожалуйста в комментариях кто досмотрел до этого момента интересна вам такая идея или нет то есть прохождение данной компании на стриме то есть не прохождение а отчет видеоотчеты на стриме они точно так же будут вложиться в этот же плейлист посмотреть их можно будет совершенно спокойно потом в повторе но возможно вот такой интерактивный вариант окажется интересней пожалуйста напишите в комментариях всем спасибо всем пока